В ходе коллегии заместитель руководителя Управления Федеральной Налоговой Службы России по Рязанской области Юлия Орловцева подчеркнула, что по итогам первого полугодия 2019 года отмечается положительная динамика налоговых поступлений. Федеральный бюджет поступило 8 млрд 118 млн рублей с темпом роста 106,9%. В областной бюджет поступления составили 15 млрд 386 млн рублей с темпом роста 103,7%. Поступления в местные бюджеты составили 3 млрд 970 млн рублей с темпом 97,8%. Федеральный бюджет в основном сформирован за счет поступления налога на добавленную стоимость, доля которого в общем объеме составила 88,5%. Основную долю формирования доходов консолидированного бюджета Рязанской области занимает налог на доходы физических лиц, налог на прибыль и налог на имущество организаций. Структура налоговых доходов, администрируемых налоговыми органами Рязанской области в первом полугодии 2019 года существенно не изменилась. Федеральный бюджет в основном сформирован за счет поступления налога на добавленную стоимость, доля которого в общем объеме составила 88,5%. Основную долю формирования доходов консолидированного бюджета Рязанской области занимают налог на доходы физических лиц, налог на прибыль и налог на имущество организации. Специалисты Управления Федеральной налоговой службы отметили, что для увеличения темпов роста поступлений НДФЛ в текущем году была продолжена работа комиссий по легализации налоговой базы с заслушиванием работодателей, выплачивающих заработную плату работникам ниже сложившегося среднего уровня по соответствующему виду деятельности. На комиссиях заслушано 743 работодатели. В результате повысили заработную плату 222 работодатели. Погасили задолженность по налогу на доходы физических лиц перед бюджетом 128 налоговых агентов. В налоговой также отметили, что в текущем периоде успешно завершена работа по реализации третьего этапа перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Сегодня онлайн-кассы применяют более 14 тысяч налогоплательщиков. Контрольная работа налоговых органов в первом полугодии 2019 года была направлена в первую очередь на предупреждение правонарушений, связанных с практическим применением контрольно-кассовой техники, а также в отношении тех налогоплательщиков, которые были обязаны применять онлайн-кассы с 1 июля 2017 года, но до настоящего времени контрольно-кассовые техники не зарегистрировали. Олеся Котровская, Игорь Кулотов, телекомпания «Город».